Это только в песне просто поется. Срубили нашу елочку под самый корешок. В случае с главной елкой страны все куда сложнее. Ее выбор дело ответственное, а потом на поиски снаряжается специальная федеральная комиссия. Руководство осуществляется из управления делами президента Российской Федерации. Эту елку мы начали искать где-то с июня месяца. Было рассмотрено порядка 26 вариантов. Технически тут много условий всяких, которые связаны с высотой елки, с ее состоянием. Требования к формам елки действительно довольно жесткие. Из нескольких претенденток отобрали самые-самые, но и среди них долго не могли выбрать главную. Шорт-лист, четыре елки. Мы трижды их объехали, трижды, очень скрупулезно каждую елочку смотрели. И, соответственно, это, потому что самое удачное и по размерам, и по раскидочности лап, и по возможности ее аккуратно заготовить и вывести. Размерами нынешняя елка не сильно отличается от своих предшественниц. Ее высота 27 метров. До нее лесные красавицы были немножко выше, но разницу вряд ли кто-то заметит. Висит лесная красавица несколько тонн, поэтому здесь важен точный расчет. Вообще с этого момента рядом с елкой будут считать постоянно, но прежде чем Дед Мороз скажет раз-два-три, елочка гори, кто-то должен произнести раз-два, взяли. И вот наступает момент, ради которого и собрались несколько сотен человек рядом с деревней Калачево городского округа Домодедово. Конечно, не каждый день в твоем районе спиливают главную елку страны. Еще интереснее, что с такой махиной будут делать дальше. Неудивительно, что главные зрители здесь – дети. Мы решили поехать всем классом сюда, в это место, потому что это, во-первых, интересно, очень замечательно, и здесь очень теплая атмосфера. Мы выбрали очень достойную елку. Я когда ехала сюда, смотрела, ну, есть какие-то красивые елки, но увидев эту, ну, сразу впечатление о тех елках изменилось. Все так ярко, праздники, все спланировано, все хорошо. Мероприятие для детей построено очень красиво, очень оригинально, и я думаю, что приехать сюда было не зря. Найти и спилить елку – половина дела. Вторая половина – в целости и сохранности доставить на Соборную площадь Кремля и нарядить. Размах ветвей в 10 метров – определенная проблема. Спаская башня, 3,800 у нас размер проезда. Поэтому специалисты у нас опытные, давно работают. Они знают, как ее надо аккуратненько собрать, чтобы не поломать веточки, чтобы она доехала спокойно. Процесс подготовки к транспортировке занимает целый день. В Москву на место праздничной дислокации символ новогоднего праздника приедет только в воскресенье. Главная елка или Дед Мороз из Великого Устюга – это всего лишь символы, но это большие символы большой страны, которые дают надежду, что у каждого из нас обязательно будет свой, пускай маленький, но праздник. Максим Козлов, Алексей Руднев. Видное ТВ. Продолжение следует...